МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От Еревана до монастыря Нураванг 122 километра горных перевалов, извилистых дорог и крутых скал. Два часа в пути, и взору открывается таинственный Нураванг. Монастырьский комплекс расположен на уступе Извилистого ущелья у притока реки Арпа. Монастырь начали строить в XIII веке. Средневековые мастера оставили много зашифрованных посланий и разных символов. Например, сам Нураванг является символом новой жизни. В 1216 году Армения освободилась от многолетнего ига турков-сальджуков. И в честь этого события на месте разрушенной христианской церкви армяне возвели новый храм и назвали его Нураванг. В переводе означает «Новый монастырь». Здесь старый храм, потом построили новый в физическом смысле. В переносном смысле до этого был турецкий ик, ад. Освободились от ада. Народ свою жизнь начал с новой строки. Все было по-новому, Нураванг. По замыслу архитекторов и художников, монастырь должен был символизировать новую жизнь. Одним из символов свободы стал барельеф «Бог и Адам». На нем впервые изобразили лик «Бога Отца». До этого его всегда обозначали символично. Эта традиция шла со времен гонения христиан. Слава о новом храме разошлась очень быстро. Паломники шли сюда со всех уголков Армении. Об этом говорят кресты на стенах. Эти кресты делали паломники в честь усопших. Друзей, родственников или предков. По этим крестам можно определить их профессию. Я мог определить одну профессию. Это профессия воина. Равносторонние кресты. Вот такие медали есть в армиях. Это были военные люди. Сегодня паломники приезжают в Нураванг со всего мира. Но чтобы попасть в храм, они должны пройти по надгробным камням. Дело в том, что Нураванг – фамильная гробница князей Орбелян. Монастырь Нураванг тесно связан с судьбой княжеской семьи Орбелян. Именно они основали эту обитель и хотели остаться в ней после смерти. Они сами попросили, чтобы служить нам своими надгробными камнями. Чтобы наша дорога в церковь была ровной. Чтобы мы молились. Когда мы молились, они бы имели частицу нашей молитвы. В монастыре есть часовня-гробница. Ее называют могила Смбата. По имени погребенного здесь одного из князей. Надгробие все время находится в тени. И лишь раз в год в день рождения князя Смбата оно освещается солнечными лучами. Возможно, это результат верных расчетов архитектора. Но верующие считают этот свет чудом. Всего в часовне похоронено 10 князей. Но лишь на одной плите высечен лев. Символ храбрости и мудрости. Прекрасный Эликум, сын великого Тарасаича. Кто подобно льву рычал на врага. Я прошу вас вспоминать его в своих молитвах. Это послание написано на могиле Эликума Арбеляна. Величайшего воина из рода Арбелянов. Здесь же на надгробии изображена фигура спящего льва. Это символ храбрости в средние века. Эликум среди князей слыл самым храбрым воином и самым мудрым политиком. В 1238 году, когда монастырь разграбили монголы, князю удалось наладить отношения с ханом и спасти обитель от уничтожения. Благодаря урбелянам церкви Нураванка в средневековье стали самыми красивыми. Момик – автор храмов Варини, Татеви и Нураванки. В историю он вошел благодаря своим необычным идеям, которые сегодня назвали бы креативными. Например, во время монгольского нашествия Момик стал изображать святых с узкими глазами. Вражеские воины говорили, «Их святые похожи на нас. Как можно разрушать эти храмы?» Таким образом уцелели армянские святыни. Архитектурные решения Момика поражают и сегодня. Одно из самых ярких его творений – двухэтажная церковь Святой Богородицы. На первом этаже находится княжеская гробница, на втором – церковь. Из Библии мы знаем, что Бог человека создал из земли, из праха. Ему дал душу. И рано или поздно человек умирает. Тело его передается землями. С чего он вышел, туда и возвращается. А душа идет к Богу. То есть, каждая идет на свое место. Тот же самый смысл имеет эта церковь. Тело вниз, душа наверх. К роднице и церковь. Попасть наверх в церковь непросто. Здесь буквально надо пройти проверку на храбрость. Ступеньки высокие и опасные. Подниматься по ним сложно. Это сделано специально, потому что путь к Богу нелегкий. Так Моумик выразил мысль, что верующий человек должен воспитывать в себе храбрость и силу. Я вот шел, и мне показалось, что вера тогда была сильнее. И люди выбирали такие места. Ну, как бы сейчас с этим посложнее как-то. Все как-то направлено на излечение прибыли. В таких местах не будут строить. Очень дорого. Сложно. Моумик оставил много загадок. Например, он никогда не писал цифрами даты постройки храмов. Он зашифровывал год с помощью армянского алфавита. Три буквы. Че дзе э. Че это 700, дзе это 80, э 8. 788. И календарный канун есть, надо прибавить 551, получится 1339. А на хачкарах зочи зашифровал свое имя. Дело в том, что Моумик по-армянски означает маленькая восковая свечка. И трудился он всю жизнь как пчела. Поэтому на хачкарах он вырезал узоры, напоминающие пчелиные соты. Где похоронен Моумик, неизвестно. В Нораванке можно увидеть лишь маленький надгробный камень. Его сделали ученики Зодчева, которые обучались здесь же. Ведь Нораванг был одним из крупнейших учебных заведений средневековой Армении. Развалины посреди двора бывшие школьные классы. Недалеко от них кельи учеников и преподавателей. Учеником мог стать талантливый ребенок из семьи любого сословия. Здесь изучались разные предметы. Физика, астрономия, архитектура. Сохранились комнаты, которые предназначались специально для уединения монахов, для молитвы и учебы. Но Нораванг, построенный высоко в горах, вдохновлял монахов на создание рукописей и миниатюр. Разве это не храм? Посмотрите, не рукотворный. Вот это прижога. То есть архитекторы строили храмы, да. Но храм в храме. Нораванг и сегодня пробуждает желание творить. Нынешний настоятель монастыря, отец Саак, прожив здесь несколько лет, увлекся фотографией. Он снимает горные пейзажи и свой любимый Нораванг. Средневековье Нораванг стал символом новой свободной жизни. А сегодня монастырь – уникальный памятник культуры, символ веры и силы духа армянского народа. Субтитры создавал DimaTorzok